всем привет друзья меня зовут максим и с вами снова канал про дело в сегодняшнем видео я хотел бы разобрать проблему настройки модуля экспорт товаров во вконтакте я думаю многие из вас пользовались или покупали этот модуль с недавнего времени он перестал работать к сожалению то есть выдается там определенная ошибка связанная с правами доступа скриншот ошибки я приложу к данному видео и для того чтобы установить работу данного модуля как раз и решила сделать данное видео большое спасибо одному из моих подписчиков который откликнулся в telegram канале в течение там недели он по моему писала мучился с этой проблемой вот и я вам в этом видео расскажу как собственно настроить этот модуль и чтобы все у нас заработало опять и так все что нам нужно сделать это заново зайти настройки модуля значит вот модули до экспорт товаров и к настройке вкладка настройки в каком мы открываем и как мы с вами делали при самой первой настройки модуля нам нужно вот выполнить заново все шаги пройти но на этом тонкости не заканчиваются да сейчас вместе все это проделаем я вам все подробно расскажу что и как делать итак первый шаг нам нужно перейти на страницу по этой ссылочке открываем эту страницу здесь мы указываем там любое название приложения можете написать там ваш домен или сайт неважно платформу выбираем standalone приложения и раньше у нас было другой здесь окно с настройками да теперь у нас vk обновила раздел для разработчиков и теперь у нас есть отдельный сервис для работы с api нам нужно нажать на кнопку перейти в сервис нажимаем эту кнопку и здесь нам нужно будет добавить новое приложение как вы можете видеть я уже создал свое новое приложение до через которую мы также работает выгрузка товаров в группу вконтакте я с помощью этого же модуля делаю а и что нам нужно сделать нам нужно нажать на кнопку добавить приложение здесь можете опять же любое тестовое название любое название вашего приложения указать которое вам удобно а платформы мы выбираем естественно web но изображение загружать не обязательно это по желанию же нажимаем кнопку далее здесь вы указываете ваш домен то есть сайт с которого у вас будет производиться экспорт данном случае я укажу свой сайт проделать . без далее нажимаем кнопку готова сервис у нас запрашивает подтверждение до для создания данного приложения то нужно зайти в приложении в к и дождаться от него пуш вот теперь у нас пришел пуш подтверждением все нажимаем кнопку подтверждения и у нас теперь открываются вот такие настройки приложения создана здесь окошко это можно закрыть что нам нужно теперь здесь дальше сделать значит давайте это окно поближе перенесу вот сюда к нашим настройкам в админке чтобы было удобнее а значит первый шаг мы с вами выполнили нажимаем кнопку далее значит нам нужно указать группу ну вот это вот скриншот из старых настроек мы по сути пропускаем этот шаг нажимаем кнопку далее далее нам нужно скопировать айди нашего приложения вот у нас айди приложения мы здесь нажимаем копировать нажимаем кнопку далее здесь мы вставляем наш айди приложение нажимаем кнопку далее опять же и теперь нам нужно пройти вот по этой ссылке и разрешить доступ для вашего приложения к вашему аккаунту смысла сейчас этого делать нет объясню почему потому что когда вы создаете новое приложение для экспорта во вконтакте она еще должно пройти модерацию здесь есть такой раздел доступа вот вам нужно сначала перейти в этот раздел доступа потом вам и нужно проверить работать у вас вот эти переключатели скорее всего они у вас будут отключены и вот здесь вот наверху у меня к сожалению вот нету здесь ссылочки у вас будет там на желтом по моему фоне сообщение скриншот приложу если у меня по моему был скриншотом переписки с разработчиком до который помог и здесь вам нужно будет заполнить специальную анкету для модерации вашего приложения вы заполняете там ваши паспортные данные отправляете их на модерацию и спустя где-то сутки у вас появится возможность вот здесь вот вот эти переключатели включать и отключать после того как у вас приложение прошло модерацию вы заходите повторно сюда список приложений но я просто давайте покажу на своем работающем приложении чтобы не соврать вам нужно будет включить вот эти вот галочки стена сообщества фотографии и товара для того чтобы делать вот эти выгрузки и уже после того как у вас приложение вот вы проставили вот эти галочки в доступах вам соответственно нужно будет проходить вот по этой ссылке до здесь продолжаем берем эту ссылочку мы копируем нажимаем далее вот сюда вот мы вставляем нашу ссылку нажимаем далее ну и готово там все будет нас настройки сохраняться я повторно сейчас этого делать не буду просто чтобы не скинуть настройки свои выгрузки до своего приложения потому что у меня здесь все уже настроено вот я надеюсь что у вас все получится да что я достаточно доходчиво и понятно вам объяснил а скриншотики я приложу к данному видео также я планирую еще сделать видео по активации модуль автоматическая обработка прайс листов это видео кстати говоря хотел сделать в начале но там возникли опять какие-то проблемы не знаю с чем они связаны либо опять с блокировкой сервера разработчика либо какие-то там другие нюансы появились в общем раньше была инструкция как активировать этот модуль сейчас она его последний раз пробовал почему-то стала неактуальной по крайней мере у меня она не заработала также планирую сделать еще видос по установке настройки дефолтного модуля с дека потому что сейчас в магазине к сожалению нету модуля с дек который раньше вот был от разработчика люди лап по моему да он назывался сейчас к сожалению он данный модуль снял с продаж причем на всех площадках и альтернатив нету единственный модуль вот рабочий это модуль который фирменный от самого с дека и если раньше он по умолчанию не работал то есть его нужно было адаптировать под simple корзину до упрощенную а то сейчас он работает нормально без каких-либо проблем и танцев с бубнами вот я на эту тему видео тоже постараюсь сделать если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки пишите ваши комментарии если у меня получилось вам помочь все ребят у меня на этом все всем пока